Когда мы проходим, то делаем субъекты. Моги свидетелей, хорошо? Пойдемте. Мы слушатели. О, микрофоны. В том числе. Нет монитора. Ну, склад здесь. Все, всех пустили в зал заседания номер 4. Веду прямой репортаж. Тут стоят микрофоны. Три судебных с пристава. Секретарша, судей пока нет. Атрибуты РФИ присутствуют. Я диктую аудио. Аудио. Вы слышите, я голосом диктую? Все, я диктую голосом. Видео не использую. Будем подавать ходатайство на видеоконференцию. Секретарша, судебных с приставами. Здесь только слушатели, и свидетели. Свидетели нет. А, свидетели выходят. А то не признают. Лара, выходи. Свидетели. Наше предупредило, свидетели в зал не проходят. Мы сейчас будем контактировать. Ради Бога. Потом заявиться, когда они выйдут. Да, да, да. Правда. Если уже заявлены, то сразу же. Вычините. Пишите. Лариса, у тебя Толстых, да? Записал. Редактор субтитров. А где Татьяна-то? Нормально? Судья Ленинского районного суда в городе Тривогу, Шопопарий Гаванович, открывающий ремонт кондика в отношении Дельцова и Валерия Анатольевича в совершении пронушений в целом, в частности, деструктивных пронушений. Ясно. Валерия Анатольевич Кудельцов. Да, это я. Назовите себя, пожалуйста. Я Татьяна Анатольевич Кудельцов. Что он весил до дождя? Хорошо. Перешел вопрос на чатерсмотрение. У тебя нет возражений? Да. Хорошо. Я вам объясняю ваши права. Вы имеете право на конкурсе Смитляном Германии, вы знаете, когда специалисты, которые работают, которые защиты, получают обзалки, решения, судовы. Кроме того, согласно 51-й Конституции, вы имеете право на себе и сестра к самому себя, в действительности, ставятся в руки и свои действия. Право понятное? Четично, уважаемый, я прошу выяснить право, когда я буду жалеть на тайство, а что? Сейчас я вам скажу. Данное дело рассматривает судья Ушуков при секторе Щипадовой. Суду доверяем, отводов нет? На данной стандии отводов нет. Вот сейчас вот ходатайство заявления какие-то у вас есть? Пожалуйста. Да, уважаемый суд, я вчера против меня и моих товарищей, я согласно Пленному нахолу Устана номер 5, он при применении в ходе с административных проглашений в 2005-м году прошу ввести протокол, удерживаясь с нами, так как очень интересно, куда-то в предыдущих случаях не возьмут, и за нами реализовано крестовое право. Прошу ввести протокол по Пленному нахолу Санкт-Петербурга, что это административное производство, потому что в административном производстве протокол, насколько он не ведет. Я секундочку вас перебью. Вы, наверное, прослушали, что я изначально сказал, что в нашем судебном судане ведется аудио-протокол. Я назвал секретаря Чипанова. Вы сказали, что я... Хорошо, аудио-секретарь, да. И протокол ведется. Она ведет и протокол. Хорошо, уважаемый суд, я вас услышал. Значит, я вкратце, как ходатай, перейду. Значит, я благодарю вас, что вы обеспечили нам социальных сторон, потому что, когда люди пришли и допускали в зал, это публичное место, это наше учреждение, это Российская Федерация. Мы все, люди, граждане, должны подчиняться Конституции. Подчиняемся Конституции. Соответственно, у меня ходатайство номер один. У меня есть защитник, мой защитник, у которого у меня есть генеральная доверенность. Эта генеральная доверенность, она оформлена у лотариуса. Соответственно, мы с этим человеком сотрудничаем. Она меня защищает. Такую доверенность и хозяйство Ирина Бургеновна прислала сюда, на адрес или имейл почты, на канцелярию суда. То есть, она мой защитник. И чтобы допустить ее в качестве моего защитника, здесь, на представительство, есть два пути, предусмотренные международным правом, нашими законодательствами. А именно, путь номер один – это мы ходатайствуем о проведении видеоконференциальной связи на основании части 2 ст. 19 Международного пакта Конвенции основных прав и свобод Рим 1905 года ст. 6 Конвенции прав и свобод 10 ст. ст. 13 право на эффективное средство правовой защиты. Каждый, чьи права и свободы, признавая в настоящей конвенции нарушены, имеет право на эффективное средство правовой защиты в государственном органе, даже если нарушение было совершено лицами, действующими в официальном качестве. Конституция Российской Федерации, ч. 4 ст. 29. Каждый имеет право свободно искать, получать, передавать, производить и распространять информацию любым законным способом, а также часть 2 ст. 145 государственной защиты и право на судебное средство принадлежит каждому отрождению. И ст. 8, ст. 7 Федерального закона 149 об информации Верховного Содекса, поможет не защитить информацию. Она, в частности, комментирует ст. 24, часть 4 Конституции, в чистоте. Указ Президента о дополнительной гарантии граждан информации о ст. 202 ст. 21 states 1, ст. 10 ГПК, федеральный закон 166, который внес изменения в ц. 155, ст. 42 УК РФ. У меня не было возможности, я находился за решеткой, и у меня не было возможности подготовить письмопозицию, Она у меня на таких источках, я просто их лепчу к делу. И ханатайство мое заключается в том, что поскольку нормы административного сегодняшнего мероприятия должны толковаться как нормы уголовного процесса, так как по статье 19.3 предусмотрена ответственность в виде лишения свободы. Это прописано в международном факте, сейчас я его назову. То есть, мне сейчас, чтобы наше ханатайство разрешить, нужно, чтобы мой представитель был посредством видеофиксации, которое оборудовано в каждом суде. Она находится в городе Харсендау, в данный момент она не может приехать, потому что случилось вчера. Соответственно, вот ханатайство, я сейчас, как бы, вот на новой шапке, я сейчас просто шапку заполню. И чтобы она участвовала в деле, в виде конференции связи. Мы с ней уже выпускались, выходили в такие виде конференции связи. Это первый способ. И второй способ. Мы сами обеспечиваем средства видеофиксации посредством интернет-скай. То есть, мы приносим ноутбук, открываем, и мы уже общаемся. 19 и 19 апреля, по-моему, мы с ней встречались, или мая, мая, даже сказать. Мы были с ней в суде, в станции Дзинской, Краснодарского края. Она была там, я был здесь, соответственно. И мы защищали человека по доверенности. То есть, он по росту был нотариусом, как раз. Суд принял там, законное решение. То есть, там, мы с ним общались по поводу слова. Вот. Такая возможность и сейчас в залах есть, потому что указ президента был исполнен. И все залы оборудованы в видеофиксации. Соответственно, я сейчас вам включу такое заявление. Уважаемый суд, я прошу извинения, просто я не был возможностями, у меня не был компьютер. Я был в заключении. Я тут просто зачерпу и не подпишусь. То есть, сейчас я уведомляю о том, что, поскольку вы сказали, что протест нас открытый, смотрите, сколько народу интересующихся. Это наши граждане, наши молодоплательщики. И они интересуются судьбой нашей жизни вообще в государстве. Понятно, что если бы мне было время, то я бы не переправлял, я бы просто дома на компьютере приготовил письменную позицию. Значит, здесь ссылки на СПЧ, на ее всеобщую декларацию прав человека в единстве закрепленного в статье 21 Конституции, ч. 1. Обязанность государства охранять достоинство личности во всех ее сферах, тем самым утверждать приоритет личности и ее прав, это означает, что во взаимоотношениях с государством и личностью выступает не как объект государственной деятельности, а как равноправный субъект, который в силу статьи 45 часть 2 Конституции и может защищаться всеми правами и незапрещенными законными способами и спорить с государством в лице его органов. Повторение конституционного суда Российской Федерации 42О от 13 июля 2006 года, Повторение конституционного суда от 25 января 2005 года. Вот, это прошу хозяйства разрешить по 24.4 КУАС, соответственно, нам обеспечить право, не чудо, а право на защитника, который, ну вот он ждет, потому что ждет звонка моего решения. Я это подписал, потому что я за шапочку являюсь, не было возможности. Я за шапочку являюсь, не было возможности, не было возможности, не было возможности. Уважаемый суд, панов, Сергей Александрович охотится в зале, я просто сейчас еще у меня, вот я вину письменную позицию, мы бы хотели, чтобы нас не разорвать, потому что мы были все в одни, норму УПК у нас предусматривает, я сейчас осуществлю норму права, норму УПК у нас предусматривает такое, то есть если мы сейчас разорвемся, то у нас не будет состязательности процесса, у нас будет ограничение кондиционных прав граждан на защиту, на обеспечение состязательных сторон. Вот здесь вот обведение видеозаписей, пожалуйста, есть у вас, пусть ведет кто-то. Да, уважаемый суд, да, вот, где он вместе сидит, это телефон. Хорошо, у меня есть, у меня есть, уважаемый суд, я вас благодарю, что вы услышали на РОС, и еще я попрошу, чтобы мне обеспечить состязательных сторон, я-то с человеком могу встретиться по скайпу, то есть, вот, смотрите, я нашел норму права, санкция статьи 1, части 1, 19.3 КВА, предусматривает лишение свободы с ровно 15 суток, поэтому должны применяться принципы уголовного судопроизводства, что достаточно ясно разъясно в параграфе 58.63 постановление ЕСПЧ от 12.12.2014 года по делу Шмель против Российской Федерации в параграфе 77 постановление 04.12.14 года по делу Навальный Яшин против Российской Федерации. То есть, норму Уголовного поставления кодекса предполагает вести в одном процессе несколько административных прорушений. Так как у нас есть нечуждаемое право, конституционное право на защиту, то мы можем воспользоваться этой нормой. Мы будем рассматривать дело по вам, но я сейчас прямо вот халатайствую, чтобы наши четыре человека были рассмотрены вами, в порядке, в уголовном порядке. Если нормы права нужны, я вам перепишу и там, вот я назвал. Что нужно-то? Какое халатайство? Четыре человека. Рассмотреть в одном? Рассмотреть в одном. Одни человека, одни в одно время пришли, один предмет, один предмет хора, одно противодействие, один район, и все одно, и все одни и те же, и свидетели одни и те же, и полицейские одни и те же. Все одно и то же. Это у нас предусмотрено, в принципе, не зубки. Данное кодекство ваше судом отклоняется, поскольку у нас по всероссии индивидуально для каждого вся привлекательная, если в том числе, поэтому рассмотрим это решение. Ну хорошо, я вас услышал, тогда вас все-таки попрошу, не разрывает процесс, сейчас, в данной стадии. На меня составлены три протокола, и все, в принципе, мы тоже три протокола, то есть 12, и 12 у нас заседание должно быть. Я, мы за один день все равно это не успеем сделать. Сейчас я заявил о том, что первое касается, что мой председатель, Григорь Валерий Лубинов, находясь в основе, направила через грязь правосудия либо по электронной почте на сайт суда счетства 68, на электронный сайт суда халатайства, мое халатайство, о допуске, ее доверенность я вам показал. Соответственно, мы сейчас, в данном этапе, мы никуда не бегаем, никуда не скрываемся, мы, я вообще это, защищаю людей. Если приходить к делу, мы пришли в суд, вот этот, в суд. Конкретно, сейчас попросить секретаря, чтобы она дошла, объявить в зале перерыв 5 минут, она дойдет до секретаря, до секретаря и увозьет наше хозяйство, которое ей отпечатали. Я был в наручках, в отключении у меня в руках. Ну, катальство обеспечения защитника? А, без защитника? Берегу, берегу, скайпом. То есть она, без скайпа. У вас есть возможность? Есть. Ну, не прямо сейчас я буду себя в груди, я стоя в дом возьмусь, в планшетку. Сейчас надо сходить в канцелярию и там получить документы, которые она вышла, катальство. Она вышла эти документы вчера и сегодня. Ну, то есть они есть? Они есть, они пришли. Ну, давайте объявим перерыв. Да. 5 минут. Да, 5 минут, да. Стоит, сходи. Да, сходи. Стоит, сходи. Мы с Люкем, с Италией подойдем. Чтобы нам дальше перейти конструктивно к разговору, потому что... Справляла она куда? Да, через Газ правосудие. Вот у вас на сайте 9... Электронную почту, да, не через Газ правосудие. Да, да, да. Доверенность я вам показал. То есть она ей такую доверенность там выкула. Еще вот, хорошее слово выкула. Что, можно сходить? Желательно. Отпустите. По вам я ходить не могу. Вчера? Вчера и сегодня, да. Там не спрошу, когда-то я сюда. Пожалуйста, а сейчас вот все три будет административных протокола рассмотрены вами? Сегодня? Да, вот. У меня только один год. А, только? 19-3, я не знаю. Ну, у нас... У нас-то вот четверть четверых... Четверых задержали? На четырех четверых задержали. У меня один, вот я... У нас еще развернули. Это, который составлен службой судебных приставов. Нет, 19-3, это полицейский. 17-3 здесь, то есть... Ну, больше вот у меня... У вас один протокол, да? Нет, а что мы рассматриваем? Можете хотеть... 19-3, я уже назвал сразу. 19-3. 19-3, часть первой. Валерий истребовал ходатайство, которое отправлял по почте его правозащитник. Сейчас истребовали, уявлен перерыв на пять минут. Сейчас будем включать видео. В общем, ждите, скоро будет видео. Это отношение кого-то. Панов, как говорят, еще судебное заседание. Уважаемый суд, я хотел бы спросить, а как... Сейчас-то, смотрите, Панов, он в нашем деле участвует. И в том деле мы сейчас разорвемся. Или вот отложить это дело чуть на час, два, что-то там... То есть он там будет участвовать, здесь не будет участвовать? Нет, я прочее говорю, чтобы он нам не разорвать его. Он там идёт участвовать, и где-то он участвует. Ну, просто у вас же дело производства. У меня вот дело производства. Он вам поверит, что я, кузнецов. А вот, сейчас лиц, поезжай, вот сейчас лиц, мой, поедет. Сидите, поедет. Ну, вот это. Я не рассматриваю, что шею кузнецов. Ну, а сейчас, в данный момент, скажите, пожалуйста, сейчас в другом зале будет... Сейчас приглашают Паново в другой зал, да? Сейчас готовы расследовать. Можно? А, да, у нас вперёд. Я не готовы к этому расследовать. Вы думаете сами, вам нужно защитить, я отлично, что вам защитить. И не разрывайтесь, чтобы развивать лучше здесь в порядке. Не отпускайте владельца в порядке. Как там разорваться, тут, да, добрый. Вот тогда кто вас будет защищать? Я вот там буду защищать. Кто будет защищать тебя, он защищает? Я буду защищать. Если бы он будет. Нет, я буду, да. Скажите, что вы мне, чтобы я защищал вас, потом его будет защищать. Защитник, как ни ограниченное количество. Ну, ты нам лучше по очереди. По очереди, конечно, лучше. Если у нас, кто защитник. Мы у нас как-то по-другому. Ну, в общем, сейчас решайте. Лучше получим. Получим, конечно. Получим, пускай подольше, но получим. Нам сейчас всё равно сделаем. Документы. Сергея Панова вызвали в другой кабинет. Там другой студент из заседания начинается по ему вопросу. То есть нас стараются разбить. В этом четвёртом зале суда ведётся дело Валерия Кузнецова. Сергея Панова хотят увезти в другой кабинет. Соответственно, слушатели должны разделиться. Объединить все четыре дела в одно отказал судья. Ага, а получается, вручение, ну, как-то... Будет ли сейчас рассматривать то, что произошло вообще в полиции? Да. В полиции, а в приставе. Какой бы пристав? Нет, у пристава. У пристава, у пристава. У пристава в зале. У пристава в кариторичек. А, то, что было в зале у пристава. Да, да. И вот сейчас я вам пишу только капитальственную защиту Валерия Кузнецова. А Панова, где... Там один и другой судей? Так у нас всё одно и то же. Одно производство. Да. Они могут принять четыре разных решения. На сегодня, кажется, одного и того же события. Сейчас разделят всех. Свидетели ни туда, ни сюда не успеют. Да. Сергей Александрович, вы сходите в один-двух человек, халатай, познакомьтесь, что я вам делаю. Но вам нужна защита. Сергей занят, у него судебное заседание. Он как свидетель выступает. Он как свидетель выступает здесь. Он здесь свидетель. А зачем вы так назначаете параллельно по всем процессам? Мы же все за это. У нас тут свидетели пересекаются все. Поочередно надо назначать. Сначала одно дело, потом второе, потом третье, потом четвертое. Откладывайте заседание, переносите на другую дату. Право на справедливое судебное распирательство. Единое, как говорится, право защиты. Отважаем, где всех троих и нас зачем-то разъединили. И времени нет, и все так быстро, и все оперативно. Я понял, пойдемте. Пойдемте. Сергей Александрович, ну сходите, чтобы послать. И вот как бы... А кто с ним может участвовать? Потребуйте письменный мотивированный отказ, объединить все четыре дела. Все четыре дела правильные надо рассматривать? Нет, нет, сейчас помогут. Нет, они сейчас еще... Татьяне Панов... Они сейчас еще раз кидали, да. Они сейчас еще раз кидали. Кто-то должен пойти слушателем, вы что? Нет, мы пойдем, у нас в дебатах. Там тоже... Знаете что, давайте не будем в одном заседании, никуда не уходим, и Панова не уйдем. Все. Если он здесь свидетель, как он может уйти? Да, конечно, одно дело. Товарищ студент, вот скажите, пожалуйста, если Панов выступает свидетелем, он разве может пойти на другую работу? Да, да, хорошо. А сейчас перерыв. Уважаемый суд, господин, пожалуйста. Перерыв. Да. Объединить в одно дело. Никто никуда не уходит. Нас перерыв вместе надо. В противном случае... Нас перерыв. Я не дописала, Сергей Александрович. Поочередно всех дел. Ты не кричи, Валя. Не дописывай, только не забудь забрать. Сейчас я... Лиры, судебные разбирательства, посторонние лица не установлены, вмешиваются в процесс. Да. Вот лица в черном, в которых какой-то знак написал ФСС Россия. Они вмешиваются незаконно, не являются участниками процесса. Грубо нарушают конституционные права граждан. Надо это отметить и привлечь к ответственности вот этих неустановленных лиц. Это раз. Во-вторых, справедливость на судебной разбирательстве заключается в том, что процесс-то как бы они искусственного разрывают. Что препятствует всестороннее и объективное рассмотрение этого вопроса. Это умышленно разрывают, чтобы нанести вред. А как в процессе равенства сторон должно быть присутствовать? Принцип состязательности, конечно. Судья ушел. Твои три товарища, они же свидетели, ты их заявляешь сейчас как свидетели. Как их могут, если они в твоем процессе как свидетели, не могут сейчас пролетать. А то их можно закончить. Сейчас он приходит в суде, ты ему говоришь о том, что ходатайством заявляешь, всех править как свидетели. И пусть они там у себя разбираются. Да. Вы на свою фамилию скажите. Вот мое ходатайство. Возьми, там все написано. Возьми, там все написано. Возьми, там все написано. Хорошо, да. Хорошо, да. Все. Значит, да, все правильно. Потому что там четыре процесса, будет же нас возорвут. И потом мне резко видно собирать. Одного закрыли, посадили. Одно дело, один, один, один спор. Все. Одно идет. И вообще, это как бы затягивание процесса. Вообще, судебная разбирательница, связана с тем, что по разным частям будет разбираться. И все же самые события надо устанавливать заново. В каждом процессе. И, ну, представляете, то же самое повторяйте четыре раза. Понятно, в чем проблема. То есть, выручаются принципы постезативов. Затребуйте мотивированный отказ. На каком основании он не объединил все дела в одно? Ну, как бы он, наверное, занятие... Пускай распишется. Пускай распишется в своем решении. Он должен свое решение оформить документально и мотивировать его. Так это понятно. Да, когда-то стало заявлено. И надо вот тоже отметить... Значит, во всем тоже, в принципе, связанность заключается в том, что если судья приглашает в какую-то из сторон, при этом разговоре должны присутствовать все остальные стороны. Да. Они пришли, вступили в сговор. Можно это так говорить. Все же судья и полиция. Да, они приходили перед чудом. Вот есть признаки. Это уже нарушение отстязательности и равенства сторон. Там же все очень... То есть уже изначально все было нарушено. Вот. О чем мы не договаривались? Мы обязаны присутствовать в этом разговоре. если судья имеет и хочет там встретиться с одним из сторон. В данном случае... Я понимаю, что это традиционно. И чтобы не удивляет... Игорь, дай, пожалуйста, телефон, который тебе дали. Ну, мы зарядку не нашли к ним. Ну, все, взяли сейчас. Телефон есть у кого-нибудь заряженный, хорошо? У меня уходы, я сейчас тоже знаю. Сейчас я дам, я уходу. А у тебя там есть розетка? Все, смотри. Только я не знаю, что с памятью здесь. Ну, смотри, что-нибудь лишнее. Все, наверное... Анатольевич. Анатольевич адвокат, может, сейчас что-то от вас еще, от вашего лица? Так я, конечно, сейчас надо... У вас четыре подзащитных. Как их могут? Да, это нарушено мое право. Но я, видя, еще как бы не допустил процесс. А, поэтому, как бы... Ну, лечь идет о том, что я не могу разорваться на три, если вы параллельно проводите. Это нарушается ваши права. Часть за том, что на наличие защиты. То есть, фактически... Ну, одного будет защита, а у других, у других не будет. Ну, а не параллельно. Это достаточное основывание для отложения судебных разбирательств. Существует защита. А если сейчас они не отложат, то их... Ну, обратно... Обратно... Ну, длинните, вот теперь это правильное решение. А... Чтобы 50 тысяч рабаец не смогут. Это рассмотреть совместно. Ну, сейчас будем смотреть... Да, просто везем из чата. Ничего не числи. По очереди. По очереди. Нет, вот, любая форма отложения, и их опять повезут... Нет, 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 нет. Я должен выпустить. И в прошлый раз я тоже это все сделал незаконно. Но это будет уже судеб. Это оказание давления, воздействие на вот участников. То, что их отвезли, лишили права подготовиться к судебному процессу. Просто решили праву. Какая была возможность, вот тут ясно. У нас уже есть разработанная технология. По защите... Не обратиться к защитнику. Если бы не люди, то не нашли бы. Да. Если бы были задержаны и не было возможности. Да. И еще не допустим. Решили возможности найти адвоката. И как бы по закону могут иметь не одного, а несколько. Да. Три, четыре, пять. Всё как будет. Двадцать восемь минут можете писать. Можешь освободить как... Почистить? Да. Почистить. Валерий, то есть ты сейчас должен заявить... Да. Адвоката нельзя. Ты послушай меня. Адвокат... Его тоже заявили адвокат, потому что был один у всех адвокатов. Но они могут отказать. Так как того. Труднее будет разорваться. Тому откажут. Да. Могут отказать. Тебе тот зачем? Тебе тот зачем? Тот мне... Мой товарищ. Мой знакомый. Не, они уже готовы. Там все. А документы все под готовым. Сейчас же все пытаются. Причем все встали. Продолжаем наше судебное заседание. Так поступили подзащитники Григория Ивины Бургеновны. Продатурство об отложении судебного заседания. Обеспечение ознакомления с материалом дела представителей. А кто будет представителем? Вот она и будет. Вот она и будет. Доверенность. Доверенность. Она в следующем документе строительство. Я в копию доверенности приложил. Ну, в копию доверенности действую. Да. Она есть. Будет, конечно, действительно пленоваться. Да. Понятно. Да. А когда вы сказали, спорождение в досугах? Да. То есть, смотрите, сейчас уже у нас вот... Мы с этими документами не знакомились. Вы же понимаете, что мы столько что получили. Сейчас ситуация такая. Вот на нас сфабриковали, правильно сказать, три протокола каждого. Мы с этими делами не знакомы. И мы все равно бы хотели с делом ознакомиться. Мы, соответственно, никуда не бегаем. И хотели бы письменную позицию свою выразить. Для дела обоснованного мотивирования доказательства. Чтобы провести состязательность, соответственно, согласность со всеми доказательствами. А также вызвать в суд свидетелей происшествий, которые были в зале отдельных приставов. Зала судебного пристава вайнера 9-А. А также в зале, в который мы... Второй номер там были. И видеозапись нам бы хотела запустить из зала ЦСП вайнера 9-А. То есть сейчас у вас хотайство ознакомление с зале ЦСП. Есть требования. Ну, я не писал, смотрите, надо. И еще будет хотайство по порядку. Ну, вот он тоже в поглядении видеоконференции. Да, да. Ну, вы уже разрешили, да. Вот она прислала, вот она мотивировала, все сделала. Я ее попросил, она об этом все сделала. Это все ссылки на международное право. Наши результаты удачи на ЕСПЧ, на Верховный суд. Наши физические операции. То есть это вы уже решили. Это разрешится вам просто. Разрешился, значит, нам надо... На сейчас встречать. Да, нам нужно сейчас... Чтобы нам процесс не разорвать, мы в течение, допустим, ну, не менее, допустим, 5-6 недель, хватит спокойно, чтобы все ознакомиться, под открытись на позицию. И все сделать как положено. И все у нас будет тогда... То есть, просят еще обложение. Ну, это как бы отдельное хозяйство, да. И сразу, чтобы внести ясность, я прошу секретаря занести протокол, где мы сзади о том, что... Ну, хозяйство требовали о представлении моих свидетелей, моих свидетелей административного прорушения яхот, административного прорушения это Панов, Сергей Александрович... Ну, вот я сейчас яхт, я поразвучу. Панов Сергей Александрович, Ольга Федорова, Лариса Толстых, все указано, телефон Александр... Так... Александр Николаевич Мартьянов, Андрей Николаевич Мартьянов, и Людмила Елтишева, они сейчас находятся в зале, соответственно, следующее задание их пригласить в качестве... Антона... Антона еще называл... Булгаков Антон Николаевич, он тоже заявлен как свидетель, он в это время присутствовал, и за одним показаниями камер видеонаблюдения, которые стоят в зале Ленинского района службы судебных приставов. Там был этот зал, и там были посторонние люди, которые вот все это видели, которые просто приходили в службу судебных приставов в последние дела. Ну, это что-то надо письменное? Да, уже... Сделано письменное, да? Да, сейчас просто я шапку перепишу, я же говорю, что не было возможности. Ну вот... Так... Здесь у вас... Так... Ну... Абалерия, конечно, шуток это не надо, это я же слиплю. Так... В общем, хантайство, требование. Я, Лариса Павловна Толстых, требую вызвать меня в суд в качестве свидетеля по делам Антона Николаевича Булзакова, Андрея Николаевича Мартьянова, Сергея Александровича Панова, и Валерия Анатольевича Кирисова. Тогда она попросила, сама. И я, соответственно, такое затратное делаю. Я просто сейчас, уважаемый суд... Вы ее внесли? Я сейчас весь писатель внесу, и вам предоставлю. Хорошо. Да. Соответственно, нам нужно, чтобы суд в порядке запроса обеспечения судебного процесса запросил видеоматериалы судебных приставов выполнитель. Валера 9А. Пятый этаж. С момента 9 часов до 10-20 лет. Чтобы она не стезла из видеонаблюдения. Это весь доказательство по делу. Это главный доказательство по делу. Все? Да, уважаемый суд. Суточка, вот ходатайство защитника об ознакомлении с материалами дела через представителя кто будет знакомиться? Я буду знакомиться. Вы будете писать? Я-то не знаком? Я не знаком. Вы заявляете что? Я заявил, уважаемый, я прошу предоставить мне возможность на каком-нибудь материалами дела составить на него письменную позицию и встретиться и отложиться в суде. И вот еще у вас шкода. Укажите, пожалуйста, все своих свидетельцев. Вот еще у меня кратайство. Это то, что я попросил запросить документы специалии вы сделали и о почте и предоставить нам достаточное время на подготовку кто защитит его прошу в порядке 24-4 приобщить материалом дела к вам. Так, Бургенова Ирина Григорьевна появится у нас или будет находиться только по скайпу. Она будет по скайпу. Компий паспорт она, по-моему, выслала. У меня есть компий паспорт и все с собой дома. Она будет скайпом. Я буду ходить скайпом. Она будет слышать процесс. Я ей буду задавать вопросы. И если что, я говорю, мы такую практику уже работали. Практически первые в России. Мы общались по скайпу в России. Еще есть какие-то хозяйства? Вы еще не дописали там. Сейчас я допишу, я закончу. Значит, так, видео у меня закончились. Да, я заявляю о том, чтобы мои представители, мои свидетели были вот Панов Сергей Александрович, Мартианов Андрей Николаевич и Булгаков Антон были запрошены в качестве свидетелей по моему делу. Видео приобщить с телефона. Да, уважаемый суд, я в зале, находясь в зале, конфликт интересов вчера получился из-за того, что мы реализовали свое кондиционное право и я снимал, сам снимал на видеокамерах, обязательно снимал, я всегда снимаю в зале в публичных местах. И попросил об этом своих товарищей. они тоже снимают футболисты, у него есть в сфере аккредитация. Соответственно, у меня есть видеозапись, она вот тут находится, до флешки. Я ее скопирую на электронный носитель, либо это облако, либо это диск, чтобы он был материалом. Прошу запросить эту информацию, приобщить к материалам дел, диск вот этот, мы ее сделаем на диске. Мы пока еще не можем ее приобщить, посмотрели, и они посмотрели, потому что мы не начали со следом доказательств. в следующем будете уже заявлены. правильно. Только отложим ваше рассмотрение данного обходательства, приобщение к материалам. то есть мы предоставим вам записи всех телефонов, которые там видели, наши телефоны, а по запросу да, вы запросите с ФСБ это. Да, и у нас будет четкая картинка, потому что сейчас все везде пишется, везде все пишется. И просто вот то, что нас обвиняет, это произошло подрыв кондиционного строя, то, что там не произошло вчера, реально так звучит. То есть человек реализует свое кондиционное это пора у нас получение информации оказался быть задержанным, потому что не вспомнил какие-то правила, где-то там. Все? Подытожим? Подытожим, да. С учетом всех ваших кадров, суд считает необходимо отложить рассмотрение дела на 10 июня 14-15. Да, я сейчас уже вас помилю, чтобы у нас было кого-нибудь сейчас сейчас в дальнейшем с моими товарищами, которые были со мною, сейчас у нас я, как бы, это уже не компетенция вашего суда, сейчас они заявлены у меня качество следителей. Вы допускаете качество следителей? Я же сказал, удовлетворяю. мы пока не рассмотрим. Да, все хорошо, то есть сегодня заседание куда это укладывается? на 10 июня, на этом суде заседание закрыто. Благодарю вас. 14-15. 10 июня. Так, а потом сейчас вы готовите запишите.